Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В Гомельской области отмечается рост количества преступлений в сфере высоких технологий. За 4 месяца этого года на территории региона зафиксировано свыше 180 случаев хищения с использованием компьютерной техники. Жертвами преступлений становятся как пожилые люди, так и молодежь. Мошенники умело пользуются беспечностью и излишней доверчивостью граждан. Среди популярных схем мошенничества в интернете обращение в социальных сетях с просьбой о денежной помощи также люди все еще продолжают верить в смс о денежных призах и других выигрышах, для получения которых требуются паспортные данные и деньги для пересылки. В этом году 78 уголовных дел по линии преступлений в сфере высоких технологий направлено в суд. Однако надо отметить, что потерпевший не всегда получает свои деньги обратно. Если мошенничество проворачивал иностранный гражданин, вернуть средства гораздо сложнее. Надо всегда задумываться, куда перечислять эти деньги. Действительно ли в одной ситуации мы используем интернет-магазины, которые уже на слуху посоветовал знакомый, посоветовал друг, оплатил что-то, купил. Да, действительно. А есть фишинговые обычные сайты, которые действительно принадлежат для завладения этих денег. Сотрудниками управления внутренних дел пресечены сразу два случая нелегальной перевозки металлолома. В Чечерском районе при проверке припаркованного к обочине грузового автомобиля под брезентом нашли 11 тонн лома черного металла. Водитель, увидев рядом с машиной милицию, убежал в лес. Принятыми мерами розыска найти его не удалось, однако сотрудники милиции разыскали владельца большегрузного автомобиля, и он уже вывел непосредственно перевозчика. В результате водитель пришел в Чечерский район милиции, рассказал о том, что это действительно его груз, однако каких-либо документов на металл он предоставить не смог. Второй случай произошел в Ветковском районе. Оперативники АБЭП задержали автомобиль «Фольксваген-транспортер», за рулем которого находился гомельчанин 1975 года рождения. Мужчина без сопроводительных документов перевозил лом цветного металла весом более тонны. Данный груз предназначался для вывоза в Российскую Федерацию. Каких-либо документов перевозчик предоставить не смог. В обоих случаях перевозчики будут привлечены к административной ответственности по статье 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 100 базовых величин, а также конфискацию черного и цветного металлов. Гомельским городским отделом Следственного комитета предъявлено обвинение гомельчанину 1956 года рождения в попытке дачи взятки сотруднику госавтоинспекции. По версии следствия, мужчина, сдавая назад, врезался в стену торгового павильона на рынке Прутковский. При этом чуть не задел семейную пару, которая впоследствии и вызвала милицию. Прибывшие на место сотрудники ГАИ обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался. Во избежание привлечения к административной ответственности обвиняемый пытался передать инспектору ДПС в качестве взятки 40 рублей. Неправомерные действия водителя были пресечены. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый находится под домашним арестом. Ранее мужчина привлекался к административной и уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Право на управление автомобилем не имел. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин